Друзья, без лишних эмоций могу вам сказать, что перед вами лучшая, когда-либо созданная компанией New Balance, модель кроссовок для повседневной эксплуатации. Итак, модель от компании New Balance сегодня у нас на обзоре с индексом 2002, конкретно эта модель называется ML2002RE. Я взял свой ES размер 11,5 и он плюс-минус соответствует размерной линейке, хотя тут есть нюансы, о которых мы переговорим с вами позже. Конечно, сейчас они уже не разрывают чарты, но от комфортной для повседневной эксплуатации обуви этого и не требуется. И здесь в данной паре есть чем похвастаться. Версия данных кроссовок у меня европейская, не азиатская, соответственно, поставляются они вот в такой вот обычной стандартной коробке от New Balance. Собственно, как и все непремиальные модели. И если на старте данная модель выглядела темной лошадкой, то сейчас с уверенностью можно сказать, что хайп прошел, а функциональность данной пары осталась. Раньше премиальный сегмент, он относился в основной массе к кроссовкам, которые сделаны в Англии, либо в Америке, то сейчас ситуация поменялась. Сделаны они как раз в Азии. Обчитывая качество материалов и технологий, которые применены в данной паре, ее смело можно относить к классу премиальных. Что касается стоимости, друзья, вот зашел на наши дискаунтеры, на тот же Озон, чтобы показать вам, какая у вас стоимость в России сейчас данной модели. Но, к сожалению, друзья, здесь одна пали. По запросу на Яндекс.Маркет на данную модель, ну, вот такие вот цены возникают. Но если вы все-таки хотите приобрести себе данную пару за вполне адекватные деньги, я рекомендую вам зайти на платформу Joom, магазин Premium Snickers, и здесь, пожалуйста, друзья, конкретно эта модель 2002RE за 13 818. Учитывайте тот факт, что вы можете применить промокод еще в 10%, и в итоге вам эти кроссовки обойдутся чуть больше, чем в 12 тысяч рублей. Размерная сетка практически полная сейчас есть, все ссылки у вас будут в описании. Что касается посадки, есть один нюанс, который нужно учитывать. Дело в том, что на многих форумах обсуждается один момент, что именно эту модель нужно брать на полу размера больше. Наверное, так же, как и я, вот именно в этой части, где находится у вас большой палец, ощущают небольшое давление. Поскольку длина общая, кроссовка нормальная, то есть она соответствует размерной сетке, то есть, чтобы не рвалась сетка, здесь есть такой вот кант, и, возможно, он создает излишнее давление на палец, то есть излишняя жесткость здесь появляется. Обратите внимание, друзья, как сделана вентиляция. Фактически отсутствует подклад на внутренние части данной сетки, что нельзя сказать о носочной части. Здесь для сохранения формы подклад более толстый. Количество версий, друзья, этой модели, оно просто запредельное. Существуют различные коллаборации запредельного уровня, материалы, опять же, все это присутствует в данной модели. Несколько раз она меняла фактически свою конструкцию. То есть, если мы сейчас с вами видим версию крытыми абсолютно носовой частью боками, то существовали еще версии, их еще можно найти на рынке полностью закрытые, то есть, такие, знаете, осенне-зимние варианты. Здесь же у нас версия, которая просто прекрасно вентилируется, идеально подойдет на эксплуатацию примерно там от 15 до 25 градусов. Их можно рекомендовать на лето, друзья. Обратите внимание, просто все просвещается. Ваши ноги скажут вам спасибо. Весгин из главных параметров, который скажется на комфорте при эксплуатации данной пары. И здесь он всего 384 грамма, что является просто рекордными низкими показателями для этого размера и этого класса обуви. Материалы запредельные. Это, посмотрите, какого качества здесь спила, гласница буквально, ворс. Вот обратите внимание, что вот здесь вставка, это натуральная кожа. Здесь также замша присутствует, они не надламываются и не образуют вот эти вот уродские заломы. Замша повсеместно присутствует также и в середине и задней части данной модели. Никаких искусственных материалов, даже намека на них нет. Максимальное качество, друзья, вот все, что здесь сделано, все, к чему вы можете прикоснуться, вызывает максимальный восторг. New Balance выпускает свои кроссовки с разной полнотой. А здесь, естественно, я взял стандартную свою D-ширину. В принципе, здесь полно места для того, чтобы широкая стопа в том числе уместилась. Ну и куда же, друзья, без проверки на оригинальность. Если у вас есть вот такой вот ультрафиолетовый фонарь, то вы можете убедиться в наличии вот этих вот ровных рядов NB. Они, кстати, бывают подделываются, но они не настолько прикольно выглядят. Они должны быть ровные, чередоваться. Вот видите, какое количество их должно быть. На подделках они, как правило, все неровные, кривые. Помимо ультрафиолетового фонаря есть еще один очевиднейший, друзья, способ, который в 90% дает отличный результат. Значит, смотрим с вами, чтобы название непосредственно модели ML2002RE точно соответствовало названию на коробке. Здесь многие паленые пары как раз и лажают. Есть еще один элемент. Вот номер, который находится непосредственно под маркировкой модели. Вот запомните последние его цифры. 6202. И, соответственно, берем штрих-код на коробке. И здесь с вами что видим? 6202. Если эти параметры, друзья, у вас совпали, но на 99% перед вами оригинальная пара. Во внутренней стороне нет никаких умягчающих элементов. Только часть супинатора торчит. Здесь, друзья, совсем другое дело. Вот обратите внимание, как вот эти вот элементы этого геля проваливаются, когда вы наступаете. Это вот дает фирменный перекат. Вот вы его сейчас можете видеть. Великолепная посадка, максимальный комфорт, вентиляция. Одним словом, все сделано, чтобы в течение дня ваши ноги чувствовали себя прекрасно. Всяточные области вы можете видеть. Такие под перфорацией элементы светоотражающие находятся. Они дадут вам преимущество, если будете находиться на темной дороге. Транспортные средства вас заметят. Что касается стельки. Здесь она у нас с перфорацией. С обратной стороны у нас такая прорезиненная, скажем, основательная часть. Одним словом, если мы с вами будем пытаться все-таки с базовыми моделями сравнивать все эти New Balance, то стелька здесь, конечно, интереснее. Здесь есть уже какие-то анатомические формы. Здесь какая-то даже боковая поддержка в ней. То есть это не базовая Artalite. Она все-таки уже конструктивно более продвинутая. Материалы, которые используются внутри, качество, конечно, гораздо выше, чем, допустим, на тех же 574. Это такой бархатистый, очень приятный, мягкий материал. И я надеюсь, что он будет в меньшей степени скатываться. Ну и самое главное, друзья, в моделях от компании New Balance, конечно, это их потрясающая ортопедичность, потрясающий перекат. Технологии непосредственно в самой подошве Endurance. То есть материал, по сути, резины, который на подметке используется. Он очень высококачественный, слабо будет идти на истирание. Вы знаете, по ощущениям, вот как зимняя резина. Ламели мелкие прям. То есть цепляться они будут очень хорошо. Вот супинатор, друзья, обратите внимание, называется он Web Stability. И функционал его прост. Он не даст, собственно говоря, заваливаться в вашей ноге. Ну и то, что дает самое главное, вот этот потрясающий перекат, это пена Energy. Это сверхмягкий материал, обладающий памятью. Масса вот таких вот линий. Это на самом деле не просто с эстетической точки зрения делается. Дело в том, что вот такие высококачественные пены, которые имеют эффект памяти, они со временем начинают, ну вот на них образуются, вот обратите внимание, примерно вот такие вот маленькие борозды. Естественно, это будет не очень красиво на ровной гладкой поверхности выглядеть. И здесь производитель заранее делал вот этих бороз. В пяточной области вот такой вот фактически гель от Asics. Одним словом, друзья, все самое технологичное, что есть у компании New Balance, начиная от подметки, заканчивая средней подошвой, здесь применено фактически все, да, все технологии, которые есть у этого бренда. Кстати, шнурки-то вообще отдельное, мне кажется, здесь произведение искусства. Плюс вот эта сверхкачественная замша, и все это за 12 тысяч рублей. На самом деле, понятно, что это деньги не маленькие, но если вы начнете изучать стоимость, допустим, той же 990-й серии, вы поймете, что это просто за так. Если бы сейчас официально продавалось бы в России, но меньше 25 бы она не стоила. Нет просто кроссовок, которые вот за эту сумму концентрировали бы в себе максимум технологии, максимум качественных материалов. При этом, это абсолютно массовая модель, которая подойдет для большинства людей. Будет универсально смотреться со многими стилями в одежде, как со спортивными, так и с классическими. Поэтому, друзья, самое главное, остерегайтесь подделок, не покупайте эти кроссовки, где попало. Будьте осторожны и носите только качественную и оригинальную обувь. До новых встреч, друзья!